Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Какие санаторные пляжи откроют для сочинцев, а какие нет. Об этом шла речь на встрече главы города с жителями Бытхи. 91 миллион рублей выделены с бюджета Сочи на вывоз мусора и водосток. Решение приняли на внеочередной сессии городского собрания. В Хостинском храме завершается внутренняя роспись, при этом церковные службы проходят в обычном режиме. Открытое краевое первенство по стрельбе из лука проходит в Сочи. В лидеры вышли представители четырех муниципалитетов. Студенты со всей России и других стран приедут в Краснодар. Чемпионат рабочих профессий стартует в Кубанской столице уже на следующей неделе. Для конкурсантов подготовили обширную культурную программу, рассказал журналистам Вениамин Кондратьев. Все желающие в перерывах между соревнованиями смогут посетить краевые музеи, выставочные залы и экскурсии. Особое внимание уделили вопросам безопасности, отметил губернатор. У Кубани богатый опыт в проведении мероприятий международного уровня. Краснодарский край полностью готов к проведению финала пятого национального чемпионата по рабочим профессиям. За три дня соревнования посетят более 150 тысяч школьников края и около 3000 конкурсантов и экспертов из всех регионов России и зарубежья. И это тот случай, когда действительно главное не победа, а участие. Также глава региона отметил значимость проведения чемпионата, ведь при подготовке к нему Кубань растит своих специалистов рабочих профессий. Пустые залы и закрытые кассы. Кинотеатр, ставший символом Краснодара, отпраздновал полувековой юбилей за строительным забором. Третий год «Аврора» стоит на реконструкции. За это время здание в буквальном смысле рассыпается по кускам. Строительную площадку с инспекцией посетил губернатор Вениамин Кондратьев. Он потребовал отремонтировать кинотеатр и наказать недобросовестного подрядчика. О будущем «Авроры» – материал наших краснодарских коллег. Парки «Аврора» – театральная площадь. Для нас всегда была «Аврора» – это визитная карточка города. Памятник Екатерины также уже в последнее время очень популярен. Получается «Аврора», потом «Арка», которая там получается в начале Красной. «Аврора» здесь. Красная улица вся. На улице Краснодара мы вышли с одним вопросом. Какие достопримечательности города вы знаете? Практически каждый житель главным символом краевой столицы назвал кинотеатр «Аврора». В мае он отметил свой 50-й день рождения. Правда, полувековой юбилей памятник архитектуры встретил в разобранном состоянии. За строительным забором здание с разбитым фасадом стоит третий год. Сейчас, если не законсервировать, то все обнаженные бетонные конструкции, металлические, они будут корродировать, появится эрозия на стенках. То есть здание придет постепенно в негодность. Официальный статус «Авроры» на реконструкции. Но ее состояние больше напоминает послевоенный упадок. Незапланированную инспекцию по кинотеатру сегодня устроил губернатор края. Вместе с собой он взял мэра Краснодара. Когда попадаешь за ограждение, понимаешь масштабы разрухи. И внутри, и снаружи все разбито до бетонных оснований и металлической арматуры. При этом среди строительного мусора скромно лежит щит с информацией о сроках реконструкции. Отремонтированный кинотеатр должен был заработать еще в 2015 году. Когда Краснодар освободили от фашистов, было нечто подобное. Но это было в 43-м году. А сейчас 2017 год. И еще страшнее. Чем мы сегодня от предков наших отличаемся? Тем могли волю в кулак зажимать и делать. А мы сегодня соплимем только и говорим о том, что как мы не можем. Я понимаю, что вам это досталось в наследство. Но это не значит, что надо так же продолжать опускать руки и искать, что кто-то придет и сделает. Никто, коллеги, кроме нас, не сделает обруру. Мэр Краснодара Евгений Первышев признает, нынешнее состояние здания хуже, чем до его реконструкции. Подрядчик, который занимался работами, не учитывал сложную конструкцию кинотеатра. И, судя по всему, забыл, что это памятник архитектуры регионального значения. Не может это быть бесследно. Кто-то должен отвечать за тот урон и ущерб, который он приносит сегодня городу. Или горожанам. Вот не может это все быть безответственно. Мы сейчас предпримем все необходимые меры для того, чтобы прекратить всю историю с тем недобросовестным подрядчиком, который приступил к выполнению этих работ. Я уверен, что есть проект реконструкции. Посмотрите, есть ли в проекте то, что сегодня здесь сделано в кавычках, что сегодня разрушено. Если в проекте этого нет, а сегодня подрядчик сам допустил вот эти разрушения, которые сегодня мы видим, я однозначно даже не требую, а настаиваю, чтобы вы передали все документы правоохранительные органы и по отношению к этому подрядчику, который занимался самодетельностью. Я уверен, если будет состав преступления и умысел, то должно быть возбуждено уголовное дело. Краснодарский кинотеатр «Аврора» – образец раннего модернизма. В нем ничего лишнего. Эстетика дополняется функциональностью. Во времена постройки здания архитектура кинотеатра была поистине уникальной. Огромный летящий козырек служил не только украшением, но и был большой вытяжкой системой вентиляции. В 1963 году на месте, где находился Скифский курган, после раскопок началось строительство первого на Кубани широкоформатного кинотеатра. Спустя четыре года проект архитекторов Евгения Сердюкова и Вячеслава Морозова был воплощен в жизнь. 7 мая в 1967 «Аврора» открыла свои двери. Технология, с помощью которой сделали большие пролеты без опор, «Аврора» для конца 60-х была настоящим экспериментом. А устремленный в небо козырек и стеклянный фасад стали символами эпохи. С ее оттепелью, освоением космоса и надеждой на прогресс. «Легендарный кинотеатр, который был на открытках Шаснодара. А сегодня даже стыдно мимо него пройти, не то что подойти к нему. Мы сегодня должны понимать, что «Аврора» должна служить горожанам. И ни о каком коммерческом использовании «Авроры» быть не может. Я еще раз подчеркиваю, здесь не может быть ни бутика, ни дорогого магазина, ни ресторана. Это будет кинотеатр, который принадлежал городу и горожанам. И будет принадлежать». Чтобы восстановить знаменитый кинотеатр после разрушающей реконструкции, потребуется около 600 миллионов рублей. «Чтобы выполнить работы по завершению реконструкции объекта, непходимо выполнить две составляющие. Это реконструкция фасадной части, исторической части и выполнение работ по уже внутренней отделке. Будем уже изыскивать финансирование в части того, чтобы завершить реконструкцию данного объекта». «Слово «будем» здесь однозначно не подходит. «Ровно две недели на алгоритм с пониманием того, конкретными датами и четким пониманием, когда мы сможем, еще раз подчеркиваю, завершить реконструкцию «Авроры». Единственное, что отремонтировали за все три года, это статуя «Авроры» на площади перед кинотеатром. В светлое будущее богиня утренней зари будто всматривается с надеждой. Если сейчас решить вопрос с деньгами на реконструкцию, через два года, обещает мэр Краснодара, кинотеатр вновь откроет свои двери для зрителей». Во время объезда по Краснодару Вениамин Кондратьев также посетил и другие долгострои города. В юбилейном микрорайоне замороженным стоит спортивный комплекс. Расположен он при 89-й школе. Но после завершения всех работ местные власти планировали, что заниматься там смогут жители близлежащих домов. Однако, чтобы закончить строительство, необходима поддержка краевой администрации. Глава региона поручил подготовить всю необходимую документацию и доделать спорткомплекс на условиях софинансирования. Достроить нужно в микрорайоне и плавательный бассейн. Все работы там уже давно были приостановлены. Все дело в том, что при возведении чаши подрядчик отошел от проекта. Однако в этой ситуации никто не снимал ответственности с чиновников, напомнил Вениамин Кондратьев. Выиграть может кто угодно, а вот строить как угодно никто не может. И если кто строит, то это как угодно. Значит, мы в первую очередь позволяем, да не тех, не надо коллеги из себя ответственность снимать, не нужно. Мы позволяем в первую очередь подрядчикам строить как угодно. Притом за муниципальные или государственные деньги. Мы позволяем. И, как правило, сами себя ни в чем не винием. Вот в чем еще парадокс. Поэтому, если бы понастроили это, ну хорошо, что вчера. Я надеюсь, что сегодня никто так больше строить не будет. Я еще раз подчеркиваю, персональная ответственность и на вас, и на вас за то, как мы сегодня строим и как вовремя мы сдаем объекты в эксплуатацию. Отойти от правил бездумной застройки должны не только крупные подрядчики, но и малый бизнес. Во время объезда по Краснодару к губернатору обратился местный житель. По словам горожанина, к первым этажам их дома предприниматель пристроила помещение для своего магазина. По мнению жильцов Высотки, сделала бизнесвумен это незаконно. Вениамин Кондратьев выехал на место, чтобы лично оценить ситуацию. Она купила квартиру, и вообще разговор был с председателем, что она увидит жилого в нежилой. Она сделала пристройку, то есть обманула председателя этого дома. Если это самострой, то в суде никто заканивать ничего не будет. То есть мы сносим. Если это есть решение и согласовано с властями города, то докажите, что это на самом деле не угрожает жильцам однозначно. А второе, на самом деле, что оно необходимо и нужно. Вениамин Кондратьев поручил тщательно разобраться городским властям и разрешить конфликт. И к другим новостям. Турпоток в Сочи в этом году вырос на 20%. Позитивная динамика отмечена по результатам анализа рынка, который провело Федеральное агентство по туризму совместно с экспертами и крупными туроператорами. Так, по данным компаний «Библиоглобус» и «Алиан», которым почти 600 турагентств Москвы и Московской области отдали первое место в рейтинге предпочтений, в Сочи заметно увеличение спроса. О востребованности курорта говорят и данные авиаперевозок. Так, по итогам первого квартала на курорт прибыло почти на 17% больше пассажиров, чем в прошлом году, сообщили в Росавиации. Только в марте в Сочи прилетело 363,5 тысячи человек, что на треть больше, чем в том же месяце прошлого года. По данным сервиса «Билетикс», на лето объем продаж авиабилетов в Сочи вырос более чем наполовину. Наибольшей популярностью курорт пользуются среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани и Екатеринбурга. Очередной исход граждан глава города накануне провел с жителями микрорайона «Бытха». Одной из основных тем встреч в преддверии летнего сезона стала доступность пляжей для сочинцев. Расскажет Рината Шипулина. Ежегодно горожане в летний период сталкиваются с проблемой доступности пляжей. Речь идет о посещении территории санаториев курорта. Не исключение здесь и жители микрорайона «Бытха». Ближайшими пляжами, которые сочинцы используют для отдыха, являются в том числе территории с таких здравниц, как Правда, Ворошилова, Металлург и Эдем. Попасть на некоторые, говорят люди, возможности не будет. До 2015 года нам выдавали пропуска на пляж в санаторий. Все пляжные территории, принадлежащие муниципалитету и находящиеся в аренде у здравниц, а это в частности пляжи санатория Металлург и пансианат Айдем, будут доступны для горожан, подчеркивает глава курорта. И пропуска здесь не потребуется. А вот ведомственные здравницы, говорит Анатолий Пахомов, имеют право, согласно федеральному закону, на так называемый режим закрытой территории, включая пляжи. К тому же они могут устанавливать и свои правила посещения. Люди все имеют право прибыть на любой пляж, на любой, кроме закрытых, о которых я говорю. Все понятно. На любой. И единственное, платить они могут, если они вдруг начнут пользоваться либо шезлонгом, либо зонтиком. Но если человек пришел со своим полотенцем и решил на пляже полежать, то это ваше право. Обеспечить доступность пляжей для горожан, причем по всей территории Сочи, задача отраслевых управлений. Причем сделать это необходимо в кратчайшие сроки. Рината Шипулина, Максим Кавригин, телекомпания ФКТ. 91 миллион рублей выделено из бюджета Сочи на решение вопросов городского хозяйства. А соответствующее решение сегодня приняли депутаты на заседании внеочередной сессии. Перераспределение бюджетных средств произошло внутри отрасли городского хозяйства. 65 миллионов рублей требуется для вывоза твердых бытовых отходов. На это есть судебное решение. По оценкам специалистов, объем скопленных ТБО за годы деятельности мусоросортировочного завода составляет до 40 тысяч тонн. Отмечу, что с начала этого года из города на полигон Абинска уже перевезено 217 тысяч тонн мусора. С 1 июня начнет работу региональный оператор. Отходы будет принимать станица Ленинградская. Расстояние сократится, а значит и уменьшатся расходы. Необходимо городу исполнить еще одно судебное решение. Для этого депутаты с учетом поправок проголосовали за перераспределение 26 миллионов рублей. Их направят в МУП «Водосток». Это действительно олимпийские долги, которые задолжали им. Олимпийские подрядчики нашему МУП «Водостоку» – это не его финансово-хозяйственная деятельность. Они были ленподрядчиком у олимпийских заказчиков. И поэтому это сложила ситуация на сегодняшний день. И поэтому мы просто вынуждены рассчитываться по решению суда с теми, кто выполнял эти работы. Депутаты намерены тщательно рассмотреть проблемы муниципальных предприятий и проанализировать их финансово-хозяйственную деятельность на заседаниях комитетов городского собрания и в ходе общественных слушаний. Нарушители природоохранного законодательства в Сочи понесут уголовную ответственность. Так, власти города будут бороться с теми, кто осуществляет сброс жидких бытовых отходов. О том, какие меры применяются, говорили сегодня во время совещания. В заседании приняли участие главы районов, председатель городского собрания Сочи, представители ресурсоснабжающих организаций и Росприроднадзора. Применяемые меры относительно неканализованных объектов с февраля 2015 года не всегда результативны. Как показывает практика, работа мониторинговых групп во всех районах курорта осуществлялась по нескольку раз. Выявленные нарушения во время последующих визитов либо по-прежнему оставались, либо были выполнены частично. Например, вместо подключения к центральной канализации были установлены лосы или заключен договор на вывоз жидких бытовых отходов, что в свою очередь требует дальнейшего мониторинга. У лосов со временем могут появиться технические неисправности, а осенизаторские компании вывести отходы не на очистные сооружения. Такой факт был выявлен недавно в районе Барановки. В итоге из местного котлована все фекалии шли в ручьи, нанося ущерб водным объектам курорта и экологии в целом. Путем переговоров, уговоров эту проблему уже не решили. То, что можно было решить таким образом, мы решили. Из первоначально выявленных 13 341 объекта 12 тысяч мы закрыли. Но, к сожалению, к ним присоединилось, как я уже говорил, где-то порядка еще трех тысяч. Поэтому наша задача сейчас, объединив усилия, найти пути и методы решения этой проблемы. Объединить усилия – это значит повысить ответственность всех заинтересованных структур и в первую очередь Сочи водоканала. Как отмечают в мэрии, предприятие извлекает прибыль за счет эксплуатации городских сетей и выдачи тех условий на водоснабжение и водоотведение. И при этом не контролирует исполнение предписаний, особенно в части водоотведения. Между тем, нарушениями в этой сфере грешат не только жители частных и многоквартирных домов, но и даже предприятия. Вагонное депо в Адлере, например, уже было наказано за слив стоков в ливневую канализацию. А ведь за такие действия положены не только крупные штрафы. Жесткая мера воздействия на нарушителей – ограничение холодного водоснабжения. Но законодательство предусматривает еще и возбуждение уголовного дела, вплоть до назначения ареста или исправительных работ. В Сочи из незаконного оборота изъято более 80 литров пива. Факт его реализации в нестационарном торговом павильоне был выявлен в ходе рейдов сотрудниками отдела исполнения административного законодательства. Право устанавливающих документов у продавца спиртного не оказалось. Всего в помещении было обнаружено и изъято более 30 литров пива в различной таре. Аналогичные нарушения действующего законодательства выявлены в магазинах поселка Блинова и центрального района Сочи. Там из незаконного оборота изъято около 50 литров пива. В отношении индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения, полицейские составили административные протоколы. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере до 3000 рублей с конфискацией продукции. 9 мая позади, но Победный май продолжается и продолжаются мероприятия, посвященные этой важной дате для истории нашей страны. Так сегодня в Международном инновационном университете состоялся праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Великой Победы. В актовом зале Международного инновационного университета студенты и преподаватели. В первом ряду – почетные гости, ветераны, живые свидетели войны и творцы Великой Победы. Студенты университета подготовили для гостей праздничного концерта рассказ о трагических страницах истории Великой Отечественной. Первый день войны, оборона Бреста, истории жизни простых солдат, подвиг медсестер. 1418 дней кровопролитной войны в сценических миниатюрах. Студенты Международного инновационного университета помнят подвиг своих предков и чтут память. К 9 мая они готовятся всегда по-особенному. Для меня это день памяти и скорби. В этот день мы вспоминаем всех живых и павших воинов, простых мирных жителей, благодаря которым мы завоевали победу в Великой Отечественной войне. Вся страна отдает честь воинам, которые сражались за наше будущее против немецко-фашистских захватчиков. О павших смертью храбрых и о чудом выживших звучали стихи и песни тех лет. Самые активные и талантливые студенты вуза попытались погрузить зал в атмосферу 40-х. И у ребят это получилось. Зал аплодировал стоя. Поздравляю всех с праздником Великой Победы. Желаю счастья, здоровья, мирного неба. Также хочу поблагодарить ректора Международного инновационного университета Берулаву Галину Алексеевну за то, что она дает нам возможность развиваться разносторонне, заниматься не только наукой, но и искусством. А наши преподаватели поддерживают нас во всех наших начинаниях. Ну а самой большой благодарностью для студентов инновационного университета стали слова признательности от ветеранов. Ну а героям войны, в свою очередь, студенты подарили цветы и свое большое спасибо за 72 года без войны. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Прихожане храма Преображения Господня в Хосте оценивают первые результаты работы известных иконописцев. Еще в пост там началась роспись купольной части храма. При этом церковные службы и пасхальные богослужения проходили в обычном режиме. Елена Овсецина с подробностями. Храм Преображения Господня, построенный в начале прошлого века, меняется на глазах. Его белоснежные стены никогда не видели росписи. Сразу после революции церковь была закрыта и многие десятилетия здесь находилась АТС. И с 2000-х годов началось самое настоящее возрождение. Долго выбирали, какой стиль росписи, потому что храм сам по себе внутри, вот в таком барочном стиле. Вот эта гипсовая лепнина, белоснежность, легкость, которую мы видим в храме. И вот нужна такая роспись, которая бы не убрала бы вот эту атмосферу, которую сейчас она имеет. Поэтому долго советовались и пришли к такой идее, что нужно сделать в стиле гризаль. Это такой древний, интересный стиль монохромной росписи. Гризаль – вид живописи, выполняемой тонами одного цвета, чаще всего серого, но здесь еще и в сочетании с золотом. Эта техника использовалась в средние века. Примером может служить алтарь Геллера, созданный великим художником Грюневальда. Такую храмовую роспись сложно встретить не только на юге нашей страны, но и в других храмах России, где чаще всего преобладает роспись цветная. Я даже помню, когда это вот не было лепки, он какой был. Ну вот сейчас уже слепка, теперь уже роспись. И слава Богу, что это уже пришло к нам. Появились у нас художники с Божьей помощью и стараниями нашего батюшки. Эскизы евангелийских сюжетов разработал руководитель группы иконописцев Олег Шуркус совместно с протеериями Александром Мензелинцевым и Николаем Хлыниным. Роспись купольного свода храма уже завершена. А при входе цитаты из священной книги Псалтырь. Планируется, что все работы будут завершены только к концу года. Роспись храма выполнена на 30%. Сейчас иконописцы расписывают храм в другом городе, в Астрахани. Но уже совсем скоро они вновь вернутся в хосту, чтобы продолжить работы. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Открытое первенство Краснодарского края по стрельбе из лука проходит в Сочи на стадионе «Локомотив». Сегодня состоялось торжественное открытие и первые квалификационные соревнования. Шесть районов края представили на открытое первенство спортсменов-лучников 63 человека. К сожалению, здесь не весь сильнейший состав. Некоторые спортсмены на сборах в Крыму, как, например, сочинец Роман Половинко, который готовится к Европейскому гран-при в Бухаресте. Основными фаворитами, наверное, можно считать четыре региона, потому что в последнее время выровнялся средний уровень спортсменов. И сейчас спортсмены как из Новороссийска, так и из Сочи, так и из Красноармейского района, из Анапы, они все в равной мере претендуют на лидерство. Параллельно с открытым первенством по стрельбе из лука среди юношей и девушек проходит из Спартакеада Кубани. Лучший отправится в июне в Таганрог на Спартакеаду России. А пока необходимо подтвердить свою квалификацию. И только на следующий день финал в личном зачете. Хостинский стадион «Локомотив» вот уже больше года является базой для лучников. Стадион «Локомотив» это передан Министерству спорта Краснодарского края. А так вот здесь сегодня работает с вами, ну, здесь на стрельбе работает краевой центр номер два, который как раз таки развивает этот вид спорта в Краснодарском крае. Здесь теперь проходят и тренировки, и соревнования различного уровня по стрельбе из лука. Как говорят сами спортсмены, им больше ничего и не надо. Шикарное поле, мишень и спортивный лук. Ну и погода, как сегодня. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. Нет, меня с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.